В том числе меня спрашивали сегодня, в течение дня, звонили из разных городов нашего многополярного, такого маленького мира, как сейчас принято выражаться, и интересовались, как у вас проходили осенний праздник, как у вас проходил Днём Кипур, и мне было очень интересно об этом рассказывать. Я когда-то вспоминал, мы говорили об этом, есть замечательный мидраж, чудесный отрывок, который говорит про царя Соломона, который сначала был царем над всеми высшими и низшими, командовал чуть ли не всем воинством небес, такая у него была великая мудрость. Потом он стал командовать своей страной, потом он стал командовать только одним своим городом, потому что страна особенно ему не хотела подчиняться, потом он наконец стал командовать только за своим домом, в итоге, когда он был выгнан на некоторое время, как мы с вами знаем, если не навсегда, из царского дворца, была знаменитая мистическая история с этим связана, стал царем над своим мешком и посохом. То есть он совершил его головокружительные движения, то, чтобы быть царем неба и земли к царю над мешком и посохом. Я иногда вспоминаю этот мидраж, он очень часто подходит, я вспоминаю огромные йомкифуры, переполненные московской хоральной синагоги, огромный зал, где человеку невозможно узнать, того места, где я стою и пою, я вот когда человек в окне всходит в дверь, я его узнать не могу, так, как огромный зал. В синагоге большой, в синагоге в Петербурге, где я тоже проводил службы, еще больше синагог, чем в Москве, страшного размера. Потом как-то так это все пошло немножечко в другую сторону, хотя, конечно, в Европе было петь лучше, чем в Москве, собственно, как-то это более престижно я считал, но в Европе таких огромных синагог уже не было, ни в Германии, ни во Франции, где мне приходилось проводить осенние праздники. Потом, перед отъездом в Москве, когда у нас была своя община, я уже не работал в синагоге, мы проводили службы в Большом актовом зале еврейской школы, который по совместительству был спортзал. То есть это уже был следующий шаг, спортзал. Сейчас мы были в подвале. Это община. Вы знаете, есть переводы всех произведений русской классической литературы на современный еврит. Всех. Человек, который знает этот язык, современный еврит, который, как вы понимаете, язык отличается от святого языка во многом, он без слез, до радости, до горя, до восторга, не может читать эти переводы русской классической литературы на еврит. То есть Гибор Зманэйну, герой нашего времени. Гибор — это силач, на самом деле. Да? В прямом смысле слова. Гибор, ну как ты сейчас скажешь? У них на современном еврите герой — это Гибор. То есть вот такой вот, так и представляет о себе печорием. Вот такой в нашем времени спецназовец, которого выбрасывают Бегиби на финанский Лоустров. Вот это герой нашего времени. То же самое касается всех классических произведений. Я вчера вспоминал, как они перевели. Это можно назвать нашу синагогу. Замечательная, прекрасная синагога, в которой вы вчера молились. Есть такое русско-классическое произведение под названием «Бенэй Тахтит», что означает «Дети подземелья». Бенэй Тахтит. Да, так вот, я рассказывал с упоением сегодня всем людям, которые слушали меня в Москве, которые слушали меня в Европе, что я молился в потрясающей мести. Чем оно такое потрясающее? Потрясающее оно тем, что идея молитвы на сегодняшний день, к сожалению, во многих синагогах мира, очень и очень сильно искажена. Потому что в старые добрые времена, в долгодейские времена, молитва проводилась совершенно по-другому сценарию. Во-первых, канта стояла не так, как сейчас принято в синагогах, как я когда-то стоял там, огромное возвышение, такое большое. На нем стоит канта, такой весь, можно сказать, в лучах софитов. И вот он такой наглый, такой нахальный, такой вот дамский угодник, такой любимец публики. И вот он еще и в бабочке, в бабочке, в бабочке выходит, и начинает исполнять молитву. Светит за всеми тонами. Вот это вот такая у нас сейчас дикое сито. Дикое сито у нас, скажем. Это даже не назовешь неправильно. Это дико. Потому что канта стоял в яме. То есть можно сказать, в оркестровой яме. Было специальное углубление в синагоге, где-то там, но не совсем глубоко так, чтобы пол был на уровне кипы. Нет, не так глубоко. Но в углублении он стоял, потому что написано у царя Давида, «Мимо маким, кратикашем, из глубин воззвал я к тебе, к тебе вышли». Какие глубины? Куда воззвал, когда этот человек с бантиком выходит? Да Бога ли ему, когда дамы ждут его верхних нот? Поэтому, конечно, ситуация совершенно болезненная, неправильная, абсолютно выворачивая. И, конечно, эта обстановка, она провоцирует. Ты, конечно, стараешься сбить с себя эту холку, если ты понимаешь вообще, что ты пришел к Богу в Йом-Кипу в такой день, когда нужно отбрехаться за всех вообще, за всю общину, попросить за людей, чтобы у людей был нормальный год. Ты пытаешься себя настроить. Но эти балконы с дамами, это публика, которая оценивает каждый поворот мелодии, и это все как-то совершенно сбивает стол. То есть каждый раз нужно себя запихивать в это ощущение Йом-Кипура, это ощущение действительно настоящей молитвы. Вчера мне не нужно было себя никуда запихивать. Потому что в этом месте, где мы были, в этом бейсменте, в этом подвале, в котором мы находились, вот это вот ощущение, желание просить у Бога за еврейский народ не заменялось никакими вот этими вот окружающими эстетическими финтифлюшками. Ты понимал, что вот это вот то помещение, на которое мы с вами доработаем. Это та синагога, которую мы с вами заслужили. Все. И поэтому ты вошел в эту синагогу без всякого чувства внутренней гордости и счастья, что сейчас тебе будет ротно плескать из всех ложь, ничего подобного. И в этой синагоге, где периодически включался кондиционер, вот именно в этом месте мы должны были просить у Всевышнего, и там было то самое правильное место для того, чтобы просить. Это очень интересное ощущение, совершенно новое. Я вам хочу сказать, что, конечно, в конце, в последней молитве, молитвенной Ила, чувства, которые мне удалось более-менее так сфокусировать и поймать, они были очень и очень уместными и правильными для Йом-Кипура. Редко удается так сфокусироваться в этот последний час поста. Редко удается так сделать, как вчера мы это удавили. Потому что обстановка была не отвлекающая, не расслабляющая, располагающая не к концерту, а к разговору с творцом. И это, конечно, очень важно. С другой стороны, конечно, мы продолжаем думать про расширение, и это правильно думать про расширение, потому что действительно у всякой вещи есть другая сторона, и другая сторона заключается в том, что, конечно, петь неудобно, потому что пространство маленькое, и я постоянно боюсь облушить народ. И это неправильно, то есть опять начинаешь отвлекаться на то, чтобы, когда ты хочешь что-то уже сказать, серьезное, громким голосом что-то попросить, ты должен всегда соразмерять. То есть если ты дашь слишком много децибелов, то это будет просто неудобно, неприятно. Поэтому, конечно, расширяться тоже. Но это такие вот наблюдения, касающиеся вчерашнего дня. Еще очень важный момент заключается в том, что то, о чем мы вчера молились, то, о чем вообще евреи молятся в Йом-Кипу, и это все-таки, ну, дело прошлое, вчерашний день закончился, мы изо всех сил посарались, но по моему скромнейшему мнению, это все-таки не самое главное вещи. Ну, о чем мы там просили? О том, чтобы не умереть в наступившем году. Чтобы прожить, чтобы быть здоровыми физически, чтобы заработать хорошо. Ну, то есть всякие материальные моменты, они очень важны. Но у нас все-таки, у евреев всегда считалось, что есть что-то более важное, чем все это, включая первый путь, если перечисли. Есть более важные вещи. И где вот, когда ты должен работать над этими важными вещами, задается вопрос. Ну, вот вчера мы поплакали, попросили, сняли с тебя какие-то грязные одежды, как это аллегорически называется у пророков. То есть избавились от гнета своих неправильных поступков, и вроде бы заходим в следующий год. А когда мы будем-то проглавным, когда главным будем заниматься? Когда будем заниматься своей более высокой, более святой частью, когда мы будем просить у Всевышнего открыть нам всякие тайны, например, мира, добавить нам понимания, даровать нам в наступившем году какие-то особенные откровения духовные. Вот же это, о чем на самом деле хочется попросить, чтобы, понимаешь, ума прибавилась в этом году, не только денег и здоровье, чтобы еще ума чуть-чуть, чтобы прозорливости чуть-чуть. Вот об этом, когда будет разговор? Вот об этом начинается разговор в пятницу. Весь наступающий праздник суббот, являющийся финальным аккордом осенних праздников, от начала до конца, это разговор на самую главную тему. Написано в Талмуде, мы с вами неоднократно вспоминали об этом, что человек, который лоро асимпос бейсашоева, который не видел, как евреи радовались в храме в этот праздник, что там происходило вообще, что это было такое, лоро асимпом и йомов. Он в жизни своей не видел, что такое радость. Ну да, какое-нибудь веселье более-менее банальное, выпить с друзьями туда и сюда, это человек мог видеть. Но настоящую радость в том понимании, которое вкладывается в это слово святыми книгами, мы с вами не видели. И пока храма не будет, ее не увидим. Потому что это невероятное состояние приподнятости, состояние внутренней и внешней гармонии, гармонии с окружающим миром, гармонии с окружающими людьми, со всеми евреями, с близкими людьми, которые тебя любят и которых ты любишь. Вот это вот полное единение внутри храма вместе со своим народом, без храма, без конкретного места храмовой коры и без святости, которые там находятся, к сожалению, не достижим. Но мы стараемся приблизиться, конечно, в меру своих возможностей. Почему это называется Бейса Шоева, дом черпания, в переводе. Какого черпания, кто что черпал? Ну, по простому смыслу, как объясняется в Талмуде, там на месте, они там постоянно лили воду на жертвенник. Вот такой удивительный, интересный, мистический обряд. Они приходили в храм с водой, выливали, возливали воду на жертвенник. Какой смысл возливания воды? Ну, по простому говоря, они хотели, чтобы в следующем году не было засухи, чтобы с неба нормально, регулярно лилось столько, сколько надо. И это символическое заливание воды на жертвенник должно было означать, что мы даем такой добрый знак для следующего года в смысле дождей и в смысле хорошей погоды. Правильно, нужной погоды. И это само собой. Но написано в святых книгах, что они были, там мудшо, я люблю о какой-то. Они черпали дух святости, дух пророчества. То есть, это время, которое наступает в пятницу, оно как раз существует для того, чтобы, находясь в правильное время, в правильном месте, расширять свои представления о мире. получать некую особую информацию напрямую от Творца. И что же это за особенное место? А это наш с вами дырявый шалах, сухар, в котором все это происходит. Заповедь праздника сухов, наступающего в пятницу, совершенно прямо ясно и четко прописано в свитке Тора. как вы понимаете, это прямое указание самой Торы, не его икра, где написано два стиха, два отрывка. Во-первых, написано бастухойц, лешму шевар сьямим, коли изра байс ишму бастухойц, в суках, в шалашах, сидите все дней, всякий гражданин в Израиле, но имеется в виду, члены еврейского народа, должен сидеть в этих шалашах, и дальше написано чтобы знали все поколения ваши, киба сукойц, потому что что в шалашах, знали все поколения, что в шалашах, ой шах, не знай, строй, говорится, мир в Израиле, я посадил евреев, когда я их выводил из Египта. То есть, фактически написано по суке, что мы сидим в этих шалашах, прежде всего, это самое простое объяснение, его, конечно, как самое простое, самое традиционное объяснение надо знать, для того, чтобы вспомнить, как наши пророцы 40 лет жили в шалашах после исхода из Египта. Самая простая рель. На это объяснение есть вопрос. Самый главный сложный заключается в том, что евреи вышли из Египта не у вас, не у вас. Если нужно устанавливать какое-то воспоминание про те шалаши, которые евреи построили для себя в пустыне, нужно делать момент исхода. в песок вообще. То есть надо эту мацу жевать не дома, а в шалаше. И тогда вообще не отлично. Одновременно исход из Египта и шалаши и все. Причем есть вообще осень. Какое-то отношение к осени. Это первый большой вопрос, который надо хорошо понять. Видите ли, вы должны помнить с помощью этой заприи, что я выберу еврея из Египта, говорит Бог, и посадил их в эти шалаши. Это первый вопрос. Ну, есть еще проблемы, связанные с этим делом. Но мы сейчас будем постепенно разбираться. В течение этого урока, в течение всей последующей недели, праздника, суббот, постепенно с этими многочисленными сложностями будем с вами разбираться. Очень много интереснейших деталей. Вообще надо хорошо понять, откуда берется это насыщение откровениями, это расширение кругозора, пророческие способности, откуда они вообще берутся в этот праздник, что происходит. Это первый момент. Второй момент, все всегда говорят, причем говорят очень красиво, одно и то же, про то, что целый год человек находится в доме в четырех стенах, привык, что стены его защищают. И сейчас, осенью, когда обычно на святой земле пора урожая, из-за кромородины наполняются зерном и прочими плодами замечательными, в этот самый момент хочется как раз закрыть свои закрома покрепче, чтобы на них не залез, закрыть свой дом и в этом доме, чтобы никому ничего не досталось, не дай бог, самому все это съесть и получить огромное довольствие от того, насколько у меня туго набитый закрома и вместо этого чтобы получить уже полное удовольствие от того, сколько я собрала, сколько я могу съесть в единицу времени, выход из дома, дырявый шалаш, куда всякие проходили, не сможешь зайти и увидеть, сколько я ем. работа над качествами характера, очень важно. Сейчас у нас вроде бы нет закрома, это вопрос, связанный с данным объяснением, и вроде бы мы ничего закрома такого особенного не собираем, и задается вопрос, зачем вы хотите, какой смысл в этом пребывании вне дома в течение 7 дней. А я вам напомню, что заповедь заключается в том, чтобы человек сделал свой дом случайным местом пребывания на 7 дней, а шалаш постоянным местом пребывания. То есть, так как человек живет в доме, он должен жить в шалаше. Конечно, в наших условиях очень часто это невозможно. Например, когда человек не может построить себе отдельный шалаш, и я, извиняюсь, находиться там с женой, потому что написано, опять же, в том, какие-то шруки и тадуру, вы должны находиться в шалаше, так же, как вы живете в доме. И что это такое будет, если муж берет со слезами на глазах такой сворачивающийся матрас и уходит от жены в суху? Наверное, никуда не годится. Значит, должна быть такая суха, а где можно находиться вместе с супругом. Если человек не женатый, это облегчает ситуацию, и поэтому на многих смыслов. Как же так? Я же вот специально имел в виду только один смысл. В данном случае это облегчает ситуацию исполнения замки. Так это катастрофа, как не женатый? Так очень тяжело жить. Что, невозможно? вопрос. Бельжин. Нет, в данном случае это облегчает ситуацию в смысле того, что вы можете легко исполнить эту заповедь, взять матрас и ночевать в сухе. Вы знаете, я сейчас буквально в одном предложении, хорошо, в двух, коснусь этой болезненной проблемы со спаньем. Потому что, вы знаете, эта болезненная проблема, она возникает каждый раз перед праздником сухо, потому что сухо – это святое место. Мы сегодня выясним, насколько это святое место вообще, этот шалах. Сколько в него всего заложено, сколько идей в него заложено, сколько мистики в него. И поэтому, видите ли, в какой-то момент, вы знаете, некие люди заявили, что спать в сухе неправильно. Почему? Потому что ты спишь, сам себя не помнишь, мало что во сне можешь сделать. Это все равно, что вот прийти в храм, они так думают, да? Лечь там спать, и вот это вот, всякие неприятные, некрасивые вещи могут происходить. Не-не-не, спать в сухе невозможно, в таком святом месте. Наталкивается это направление. Человек должен находиться в сухе как в доме, это написано в Торе, это написано в Талмуде, есть целая глава в Талмуде, которая называется Перегаёшем, глава у спящего человека, который говорит, правильно спать в сухе. А правильно спать в сухе это как правильно спать? Это означает не то, что я притащил с собой в суху какой-нибудь еще тем большой, чтобы на меня, не дай бог, дождик ночью не покапал, или чтобы мне на нос листочек с крыши не спланировал, понимаете? Я вот закрылся этим всем, и я, видите, сплю в сухе. Не называйте спать в сухе. Человек должен спать под этой крышей, если ему на ночь, вдруг, в течение ночи, на ночь, значит, будут у него проблемы с этими листочками, которые будут у него падать. Ничего страшного в этом, нет, это шамаш, все нормально. Так вот, это запах, безусловно, спать в сухе, мкой, мысакой, написано в Талмуде, в холодных местах, что к анорму пишут, там, где холодно спать в сухе, там человек может не спать в сухе, потому что это страдание. Физическое страдание избавляет человека от того, чтобы находиться в сухе. Например, если мы с вами приходим в суху, не дай бог, хас, хас в и халилах, первый вечер, пятница вечера, мы приходим в суху, все накрыто, красота идет, раз, ливень пошел, не дай бог, хас в и халилах, мы специально будем договариваться, что такого нет. Но, значит, вдруг, у кого-нибудь такое, здрасте, произошло, мы пришли в суху, и раз, иди, понимаете, что делать, как жить. Так мы должны спокойно выйти из сухи, не сидеть под проливным дождем и не намокать, вместе со всеми продуктами, быстро, оперативно перейти в дом, потому что, миксер, человек, который страдает, сидя в сухе, он никакого праздника не имеет, он свободен от этой зарплаты, он сидит дома, и это очень плохой знак, очень плохой знак. Человек, который пришел в суху и на него парил ливень, это означает, что Всевышний ему передает, праздник мне твой не нужен, ты мне вообще не нужен, иди домой, до свидания. Поэтому надо изо всех сил стараться, чтобы мы с вами избегали. Плохой погод, у нас практически каждый год это получается, надо очень старательно договариваться на эту тему, перед праздником суков, но, так или иначе, это очень важно. Так вот, конечно, если будет холодно, то можно в сухе не спать. Вы знаете, наши, так сказать, любавические коллеги, которые как раз говорят, что в сухе спать не нужно, в шалаше, они очень часто дают огромные заслуги другим евреям, хабаники, тем, что у них отличные, они строят шалаши, прекрасные, очень большие, и просторные, и есть люди, которые живут рядом с хазидскими, с хабадскими, с этими синагогами, и они хотят исполнить заповедь спать в сухе, и рискуют быть, во-первых, побитыми, во-вторых, вытуренными на улице вместе с матрасом, ну, в общем, там целая может быть проблема, и поскольку, конечно, наши любавческие, уважаемые евреи никого никогда не выгоняют, никому никогда ничего не говорят, то это прям как подвиг такой геройский, человек с матрасом в хабадской сухе, понимаете, это не просто так, пришел замок и исполнить, это каждый раз ты ждешь какого-нибудь идеологического наезда, да, и вот, слава Богу, не происходит, я считаю, что один из наших очень, очень замечательных евреев московских заслужил, домолился до того, что ему, наконец, Бог дал нужную ему жену, а искал у него 10 лет, по всему миру, я считаю, что величайшей заслугой было именно вот это вот, что в главную хабадскую суху он 7 дней подряд ходил в течение праздника суху со спальными мешком и под вот этими взглядами нахально, ничего не боясь, ложился и спал, исполнял данный. Но это все линька на самом деле, надо понять смысл всего этого. Так вот, конечно, построение сухи, то, как ее делать, это очень, очень простая технология. У нас с вами есть целых 3 дня, и каждый простой еврей может добиться этого потрясающего результата и построить себе суху. Во-первых, суха должна быть минимум, сейчас скажу, какого, ну, такого вот размера. Даже может быть меньше. Вот, все. Больше сторонами меньше. Это длина стены. Вот такая вот, вот такая суха. Это минимум. А спать там стоя или как? Нет, посмотрите, ноги, конечно, у вас не поменят. Ну и что? Большая часть поменят. Я не знаю, лучшая, худшая, но большая. Понимаете? То есть, вот такой вот, конечно, все делают большую, красивую, чтобы там сидеть, отдыхать, там разговаривать, я не знаю что. Все, все это понятно. Да? Но, теоретически, для того, чтобы человек мог вот так вот поместиться, сесть и на маленьком столике покушать, теоретически этого достаточно. Такая индивидуальная суха. Более покой. Я только что хотел сказать. Вы будете, что сейчас будет происходить в Манхэттене? Вы понимаете, люди, которые вершат судьбами биржи. Во время ланча, как только заканчиваются торги, 4 часа, люди с чемоданчиками выходят скверить, нажимают на кнопочку и стоят. В этот момент чемоданчик раскладывается в суху, он садится и кушает. Полный сервис. Сейчас это, и это дорого. Наши евреи знают, что такие вещи продавать дешево, это безнравственно. Это преступление перед теми, кто не может это купить. Поэтому пусть тот, кто может это купить, пусть платит много. Что это такое? Конечно, можно, вы знаете, мы говорим, что вне суки тоже что-то можно есть в течение этих семи дней. Ну, не все. Там, трапезу с хлебом, со всякими булочками, все это должно быть в суке. Ну, так, овощи, фрукты, карточку с грибочками, это, все это, горох, в конце концов. Все это можно есть, теоретически, это можно есть вне суки. А он не хочет, он хочет все время быть окруженный, это, так сказать, святостью этой заповеди. Пусть платит. То есть здесь, вы понимаете, есть свой смысл. Но так или иначе, конечно, есть и дома такие специальные под ключ. Особенности это любят в городе Марси, под Нью-Йорком, там, где живет огромный еврей с реорщиной и несколько неевреев, которые помогают. по субботу. Огромные, огромные еврейские общины, они сдают дом под ключ, где раздвигается крыша и закрывается с хатом, делается сукан из одной из комнат больших. Специально. Там же есть отодвигающаяся стена, которая закрывает кухню, открывает пасхалю. дом под ключ. Тоже, как вы понимаете, мягко говоря, не дешевый дом. В общем, все эти моменты существуют и работают, но мы с вами можем изготовить, ну вот просто взять вот такой высоты или такой высоты несколько таких щитов, покрыть, знаете, в магазинах, строительных продается такая драка, как сказать, это вот такие крест-накрест сделанные деревяшечки, как такой, как коврик такой, деревянный. Простой, простой. Это можно сверху на суху положить, набросать вверх, все. То есть, это на самом деле очень короткое дело. Чтобы каждый раз не бегать к нам в синагогу, мы ждем, пожалуйста, чтобы когда человек захочет покушать, чтобы он садился на машину и ехал к нам в синагогу. Это тоже хорошо. В течение 7 дней, мы рады вас видеть. Но чтобы облегчить просто, чтобы было попроще в смысле сухи. То есть, теоретически его, конечно, легко построить. Теперь, самое важное и главное. Зачем все это надо? Самый главный вопрос, который касается праздника сухот, безусловно, это вот этот вот момент полного выхода из дома. Ну так, посидеть на природе. Конечно, это здоровье. Что говорим? На 7 дней из душных стен человек выходит на просток, сидит под этим обычно, знаете, лапником накрывают обычно, и такой запах хвои. Это, сука, полное запаха хвои. Человек сидит и кушает, и запивает как следует. Вот это настоящий праздник. Действительно оздоровительное мероприятие. Это санус. Но есть очень важные глубокие вещи, касающиеся этого дела. Конечно, праздник суббот показывает, я без страха, несмотря на то, что вот-вот собираюсь ненадолго поехать в Москву, говорю эти слова, в Москве, конечно, этого не говорю. Праздник суббот показывает, где еврею жить не стоит. Таким образом. Ладно, когда праздник суббот наступает, как сейчас, в конце сентября, в начале октября, а если он наступает, во второй половине октября, тоже так бывает иногда. Вот он наступает, как вражеская конница просто, наступает, во второй половине октября. И вот мы, несмотря на то, что и ритузы, и брюки, все это примерзать беременным скалейком, вы можете себе представить этот прекрасный праздник в городе Москве. Там только водка и спасаются. Как? Как они там сидят? Понимаете? Да, вообще чудес. Чудный праздник. Замечательно. Только веселиться. Понимаете? Здесь же рассчитано на то, что еврей он тепло любит. И он должен, по идее, жить в тех местах, где в момент праздника сухот, вот этот кошмар не происходит. Где не нужно огевать на себя валенки, для того, чтобы проводить этот праздник, который в Торисе должно быть тепло и хорошо. снег, замерзает каша. И водка тоже. Водка, слава богу, не замерзает никогда. Но! Не успеваю. Но! Но! Остальные продукты находятся в плачевном виде. И это показывает, что на самом деле, несмотря на все сложности, мы с вами сделали не такой уж плохой выбор. Потому что здесь теоретически можно нормально проводить субус. Можно нормально сидеть. Не через каждые две минуты давай наливай, давай наливай, так что в конце это буквально праздничные трапезы и люди уже не в состоянии ничего. Уже надо молиться, какие-то слова дорогие, ничего. Никто же ничего не может. Все только братаются и целуются. Это хорошо. Но есть и дурлицы. Вот! Поэтому это, конечно, очень тоже важный момент, что мы находимся в тех местах, где, слава Богу, не очень холодно. Тоже важная дина. Теперь самые два. Значит, вот слова нарисованы на доске. Очень важные еврейские слова. Я напоминаю вам о кажется воспринятой просьбе, которую я вам адресовал, желая получить от вас дорогой подарок на Новый Год. Я просил вас, чтобы вы сделали небольшой подарок на Новый Год и не побоялись и научились читать по-еврейски. Я понимаю, что вечного ждут ... от сахи. Нет, 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 это не саха, это сукат. Так, вот сейчас мы еще дочеку поставим, все вообще будет отличным. Значит, слово сукат перед вами самяквафхавдэй. Это одно из самых великих и мистических слов еврейского языка, и сейчас мы поймем, почему. Ну, раз мы собрались семь дней черпать откровения духовные, пойдем в мистику. Для наших особо интересующихся и привкнувших к ним начинающих футболистов несколько слов на эту тему. Вы знаете, что когда мой черпей получил от Бога предложение, от которого он не смог отказаться, выводить еврея без Египта, то мой черпейн, чтобы потянуть время и найти возможность отказаться от этого заманчивого предложения, не связываться с евреем, а он мечтал не связываться с евреем, мечтал отказаться от этого предложения, очень просил у Всевышнего, мол, найди, пожалуйста, кого-нибудь, не хочется мне съединиться, и все равно его заставили. Он спросил, первый вопрос, который задал, «Как мне тебя назвать?» Какое имя Бога я должен передать людям? Сдается вопрос, какая разница, как называть, с первого взгляда. Ну, мы с вами говорили демократно о том, что имена Творца показывают качество, показывают его разные варианты и способы соотношения с миром. И там, на месте, в Торе, в Главе Шмона, Бог говорит Моше, «Зэшми ле оламы, зэзикрыли дорудор». Это имя мое вовеки, и это упоминание мое из поколения в поколение. Что такое имя, что такое упоминание? Говорит тому, что «Зэшми ле элэм», это имя мы не читаем вовеки, а читаем, «Ле олава, ле элэм», то есть для сокрытия, главное имя Бога не произносится в обычные моменты. Мы с вами знаем, это да, что главное имя Бога четырех буквен «Ют», потом «Гей», потом «Ва», потом «Гей», это это грамотон, так называемые. Мы его не произносим. И вместо него мы произносим другое слово. «А, ДО» и так далее, заканчивая все на «Най» или «Ной», в зависимости от ашкенадского или сифарского произношения. Так вот это вот имя, которое начинается с «А, ДО», это заменитель. С другой стороны, это имя, почему я его не произношу, потому что оно тоже является именем Всевышнего. И есть места в том, где это показывается, как в разных, в том или ином месте, Танаха, святых книгах, это имя, само по себе, не являясь заменителем, тоже выступает. То есть оно иногда, чаще всего, является заменой главного линия Бога, а иногда является в своем виде, находится само по себе. И эти два имени, два основных имени Творца, которые помогают нам, создают нам возможность общаться с ним, они являются ключом, на самом деле, к пониманию действия молитв. Есть такая замечательная книга под названием Тикудей Зоар. Так, так сказать, поправки к Зоару. Это очень глубокое, очень сложное мистическое, не как баллистическое. В частности, там написано, на эту тему, что когда человек произносит молитву и произносит вот это вот имя, Варуха Та, и говорит имя, Благословен, ты какой-то, говорит имя, он должен правильно настроиться. То есть, с одной стороны, он же произносит не то, что есть, он произносит заменитель. Как же он должен передать Творцу, что на самом деле он обращается к Шемаэцам, главному имени, четырехбуквенному имени, что он его имеет в виду. Оказывается, написано в Кабане, что голос человека передает главное имя, а слово выражает заменитель. То есть, голосом, когда начинается твой голос, как только вот происходит смыкание связок и начинает звучать твой голос, в этом голосе должно быть заложено намерение иметь в виду главное имя Бога. а произносишь ты ртом другое слово. Коль тадибур голос и речь разные на самом деле вещи. Поэтому очень часто, когда мы молимся, мы стараемся произнести это имя чуть длиннее. Почему? Потому что, когда ты его произносишь, тянешь звук, голосом произносишь, ты в этот момент вспоминаешь о главном имени. Поэтому очень часто я останавливался, например, в течение этой службы прошла шарна и окипур я останавливался, да, и имя Бога произносил несколько более длинно, тянул его. Потому что в момент, когда голос тянется, ты должен успеть вспомнить о том, что ты говоришь о главном имени. И оказывается, что эти два имени, главное имя Бога и его заменитель, когда они соединяются вместе, они образуют некую высшую ступень мировой гармонии. Это очень большая тема, касающаяся кобалы, имя Бога, и мы, конечно, глубоко в это заходить не можем, но вот это вот понятие, которое очень часто употребляют в разных святых книгах слово ИХУД. ИХУД. А слово ИХАД. ИХАД это один. Шмай Сроли, Шем Лукина, Шем ЭХАД. Бог один. Не един, един, это понятно, один. Что это означает? Это означает, что кроме него ничего нет. А как же мы, хороший вопрос. Так вот, ИХУД. Единение, объединение. Вот эта вот идея объединения, она на самом деле лежит в основе всей, ну, наверное, 80%, большей части всей кобалистической практики. Потому что наш мир с вами, к сожалению, он очень-очень разъят на части. Народы отдельно друг от друга, всякие, касающиеся этих народов, стоящие за ними, духовные сущности, все тоже как бы разделены. Нет некого центра в виде храма, который бы объединял весь мир, такой, сердцевины мира. Там вместо сердцевины стоит золотая кипа, Кубатасара. То есть, много-много проблем связанных с разъединенностью. Разъединенность евреев друг с другом, кто в лес, кто под рова, иди туда, иди сюда, иди на верхнем этаже, иди на нижнем этаже, ничего с этим не поделаешь. Потому что у этих одно, у тех другое. Это главная проблема, на самом деле, которая разрушает гармонию. То, что мы с вами все отдельно друг от друга, и каждый тянет это несчастное одеяло в свою сторону. Рваная. И для того, чтобы преодолеть этот бесконечный инстинкт мира к саморазрушению, вот этот инстинкт расползтись. Вся эта картина виртуальная, которую мы наблюдаем, в которой мы живем, нарисованная когда-то, созданная творцом, у нее есть вот этот вот знаменитый инстинкт движения в сторону энтропии, желание самовничтожиться, расползтись буквально на глазах, по швам расползтись. Для этого нужно постоянно ее каким-то образом держать, каким-то образом пытаться не дать ей расползтись и разрушиться. И вот эти усилия по объединению мира, по объединению сердец евреев, которые друг с другом не разговаривают, на простом, по объединению всяких высших энергетических потоков и сущностей, они называются словом ехуд, ехудин, объединение. Это вот каббалистический термин. Поэтому, когда мы говорим, самым главным фактом, что мы с чем должны объединить, мы говорим о том, что святость Творца, который находится в этом мире, она не явлена всему миру. Это очень-очень сложно объяснить кошером, потому что как только ты начинаешь объяснять это несколько огрубленно, сразу получается, что Бог состоит из нескольких частей, не дай Бог, начинается безоградство. Хас вешел. Конечно, этого ничего нет. Конечно, все объединяется единым светом Творца, но это объединение, оно неявлено, незаметно, оно скрыто в нашем мире. И для того, чтобы добиваться все большего и большего открытия святости Творца, чтобы люди чувствовали стремление быть нормальными, хорошими людьми, со всеми просто формулировали. Откуда оно берет? Почему вдруг человек с утра встал с левой ноги и говорит, дай сделай что-нибудь хорошее. Вот откуда? Вроде бы вчера на работе обхамили, жена перепилила два раза во все стороны, или там что, или муж перепилил жену, и вот они вдруг встают с утра и что-то у них просыпается такой разумный добрый вечный. Откуда берется? Растворено оно в мире все это. Вот это стремление к благу оно на самом деле растворено в мире, только оно очень сильно забито, загажено и скрыто. И для того, чтобы это все вытаскивать, вот эту энергию стремления в сторону блага, существует главный их объединение номер один, то есть объединение этих двух имен Бога. Первое главное имя четырехбуквенное это тот самый вечный совершенный свет, который надо вытащить здесь. А второе имя означает ту духовную структуру, энергетическую структуру мира, которая имеется, которая здесь есть. И в этой структуре может больше или меньше заметен быть этот свет, свет главного имени. То есть как бы то, что мы произносим, то имя, которое мы произносим вместо главного, это на самом деле выражение огромной вот этой вот мировой гармонии, в которой может быть более или менее явлен свет Творца. И чем больше ты объединяешь эти два имени, имя, которое ты имеешь ввиду, и имя, которое ты произносишь, чем больше ты соединяешь эти два элемента, причем, конечно, это нужно намереваться, это нужно огромные интеллектуальные усилия, ты должен понимать, что ты делаешь. Хорошо. И большие мистики, великие каббалисты, они им постоянно занимаются. Я вам говорил, что знаменитый сифарский каббалист, Бридуэйсруэля Бухацер и Баба Сари, ну вот этот вот замечательный старичок с длинным носом, которого везде рисуют, в таком специфическом головном уборе сифарском, он, я видел страницу его молитвенника, у него не было вот эти все сидуры, по которым, у него был сидур, молитвенник, написан от руки. И каждое слово молитвы, у него сопровождалось от его руки написанными намерениями, которые он должен был вогнать в это слово, в момент его произнесения. Особенно меня потрясла страница, я уговорился к душе, когда вы говорили знаменитый текст, который переводится на русский язык и приведи Господи словами сядь-сядь-сядь. Вот это вот, да? Кадош, 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 святой, 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 отделенный, вот эти вот уровни, да? Уровни святости выше. Так вот, на каждой из этих кадошек, на каждое слово святой, у него там было по полстраницы текста. То есть, он в момент, когда он произносил первое слово, он как бы прочитывал мысленно и вкладывал весь этот текст, потом следующий и следующий. То есть, это огромная работа, интеллектуальная работа, правильно это все делать, произносить, вкладывать интеллектуальную энергию во все это делать. Так в общем, короче говоря, это и есть главная мысль, объединение двух этих имен. И сейчас я вам открываю, на самом деле это секрет Палешинеля, но на сегодняшний день это большая такая мистическая тайна, потому что многие на это не обращают внимания. Слово суха, в середине слова суха, находятся две буквы, ва, 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 это число, числовое значение главного имени Всевышнего. Ют, потом гэ, потом ва, потом гэ, да? Два вэ это десять, еще ют это десять, и ва это шесть, двадцать шесть. Любимое мистическое число. И сбоку, с двух сторон находится самых элей, шестьдесят пять, это числовое значение имени а, до, и так далее. вот этого имени а, до, и потом а, которое мы произносим вместо главной оба имени, которые нужно объединить. Это и есть слово сука, это и есть этот шалаш. То есть если правильно его построить и правильно делать эту заповедь, человек автоматически, желательно, чтобы не автоматически, а с головой, совершает этот яхуд, соединяет эти два имени, вливает видеть же это содержание. Вот это звук с двух сторон это форма. Второе имя это форма, это гармония, в которую вливается в центр вливается свет главного имени. Так сделан этот шалаш, такова его идея. И такова работа людей, которые там сидят. И поэтому мистические откровения и прозрения вся эта тема она отсюда берется. Потому что в момент, когда человек правильно исполняет заповедь этого праздника, находится в этой суке, читает правильные молитвы, говорит на правильные темы, не дай бог вообще лучше там, ну, я неправильно говорю, нельзя сказать лучше не появляться, надо появляться. Но это страшная вещь вообще в суке сказать что-нибудь такое, что мы иногда можем сборочить у себя дом. Потому что это место мировой гармонии, мирового равновесия, и там вот начать рассказывать, приходит муж домой, это лучше, я не знаю, аниметь, хотя бы на семь дней. И просто вот, просто посидеть, тихо. Достаточно. Вообще, это великая вещь, потому что человек сидит, он уже делает мидзу, то есть он находится там. еврей находится как бы в центре этой мировой гармонии. Поэтому еще, естественно, и по этой причине наши уважаемые любопедческие коллеги сказали, что ну как можно в таком месте спать? Да? То есть говорит, ничего страшного. Нашему человеку мировая гармония не страшна. Спи спокойно, дорогой товарищ. То есть кто рассказал спать? Ничего страшного. Наоборот, наоборот, вы знаете, что знание, оно в момент сна очень здорово в человека входит. Если спящему человеку начать читать материал завтрашнего экзамена, то если он при этом не услышит еще соседнюю радиопередачу и ничего вместе не перепутать, как в классическом советском кино, знание в него войдет. Потому что на таком подсознательном уровне таки да, в момент сна тоже что-то входит. И поэтому конечно поспать суки это дело замечательное. Теперь, есть такая что я вот здесь написал три слова суккот, суккот и суккот. Это три раза суккот. Это вот в Торе, там где сказано про суккот, вот именно в таком виде, то есть два раза без букв вах. Вот эти две буквы от лишних в сокращенном виде написано слово суккот. И третий раз полно. Вот в тех самых стихах, которые я цитировал, что вот вы сидите там семь дней, когда я вывел из Египта и так далее. Вот это вот три раза. Отсюда мы видим очень важный момент. Если это махологи, то на самом деле спор наших мудрецов, Рабишимина находим, Рабишимина, Барюхая и наших мудрецов, сколько должно быть стенок. например, такая простая вещь. Вот я вот уголок поставил и на него крышу. Оказывается, мало. Две мало. Рабишимину надо три и четвертая маленький кусочек хотя бы. По мудрецам и так устанавливается голоха достаточно две, причем вот так вот, допустим, так. Потом достаточно отступить от стеночки меньше трех кулаков расстояния, то есть совсем чуть-чуть отступить и достроить сюда еще маленький кусочек. Длиной кулак буквально. Вот это минимум минимум. Конечно мы делаем нормальную суху, конечно мы ее строим нормально, три полных стены где-нибудь и может быть четвертую даже чуть-чуть вот так вот приставляем. Но трех более чем достаточно совершенно нормально. Три стенки сверху крыша это самое главное. Надо понимать, что слово сухая это прежде всего крыша. Стены можно делать из чего угодно, они должны просто нормально стоять, чтобы стена не могла уйти. Вот знаете, вот есть например проблема, если стена встает и уходит, например сделаны слона или из чего дышат, вот из этого уже невозможно. Но из всего остального что хотите. Пока она стоит нормально, но крыша это интереснейшая проблема. Потому что написано в колбуде, что есть два важнейших условия для того, чтобы вот это чудо с мировой гармонией, чтобы оно произошло. Если мы положим не то, что нужно на крышу, чудо отменяется. Оказывается, потому что слово сука в переводе означает ничто иное, как покрытие. Это очень важно понимать, что сука это прежде всего крыша. Теперь, что это два условия. Первое условие, вещь, которая лежит на крыше суки, должна расти из земли. Не то, что она прямо сейчас растет из земли, это как раз нельзя, она должна в какой-то момент вырасти из земли, быть срезаной и положенной на крыше. То есть, это должен быть реально какой-то элемент растительного мира. И, кроме того, эта вещь не должна, как мы говорим, принимать ритуальную нечистоту. Очень интересная вещь. Потому что, на самом деле, когда-нибудь стул, табуретка, она тоже выросла из земли, тоже из дерева сделала. Но я не могу покрыться какого-то табуретка, потому что все, что сделано человеком, оно уже по законам, которые работают в храме, интереснейшие на самом деле законы, отдельный разговор, как-нибудь мы поговорим об этом подробнее, оно уже способно принимать ритуальную нечистоту. То есть, все вот эти разговоры про мертвецов, про трупы животных, которые в старые времена передавали, всякую, они сейчас передают, но просто у нас нет возможности от этого полностью очиститься, и без конца этого времена храма была проблема, нельзя было после этого зайти в храм, после общения с трупом, или наступил на мертвую крысу, все, все вот эти моменты. Это касается только тех вещей, которые, в основном тех вещей, которые сделаны человеком, ну или самого человека, который тоже сделан человеком. То есть, пока человек не создал в этом мире какой-то объект, к нему никакая дрянь, к этому объекту не пристает. Такое правило. То есть, пока это просто растение, которое выросло из земли, которое даже срубили сколько угодно. Можем на него бросать любой предмет нечистый, да, мертвую крысу кладить на него, труп рядом с ним положить. Ничего с этим предметом на духовном уровне не происходит. Как только из этого сделал человек своими руками вещь, табуретку какую-нибудь, все, это уже штука, которая способна притягивать в себе всякую нечистоту и всякую дрянь. Это очень интересный для нас с вами такой поучительный момент сам по себе. Кроме одного момента, кроме еды. Потому что еда, она настолько важна для человека, то есть, это то, что действительно является едой для человека, плоды, овощи, фрукты, это да, принимает нечистоту, но это очень глубокий мистический момент после соприкосновения с водой. До того, как вода никогда еще не попадала на какой-то продукт, он еще не способен притягивать в себя всякую духовную скверку. Это сложнейшая тема, как мы отдельно об этом поговорим, это очень глубокая мистическая штука. дождь тогда, когда он вам нужен. Тогда, когда вы считаете, что то, что это поливается дождем, это полезно для человека. То есть, как только эта вода просто льется, ведь вот, опять мою яблоку заливаю, яблоки не принимают нечистоту, они остаются в своем чистом первозданном состоянии. Но как только ооо, яблоки тоже полили, все, продукт стал приспособленным для человека, все это, то есть, поливка эта стала нужной для человека, и продукт тут же стал открытым для принятия всякой духовной скверки. То есть, если свинью не поить, то ее не сможет, да? Причем здесь есть, скажите вам. Ну вот, про есть мы вообще ничего не говорим, тем больше она не растет из земли. Я же вам говорю про яблоки. Свинью можно выращивать и поить соком, и зарезать в операционный, она от этого, вы понимаете, не станет с греческим профилем. И профиль останется тот же. Поэтому ну что делать? Поэтому свинья не кожу, я об этом сказал, да? Так вот, это вот очень важная идея. Вот все, что принимает ритуальная чистоту, все, что способно ее принять, на крышу суки класть нельзя. Потому что гармония мира с нашими табуретками, которые мы с вами руками изготовили, с нашей едой, которую мы едим, не получается. Ну а несущие же надо сделать. Несущие еще облуду. Стены, сука это не стены, сука это крыши. Стены это просто под... На крышку надо положить, чтобы потом несущие... Правильно. Например, какие-нибудь речки деревянники, они тоже не принимают личную саду. Почему? Потому что они заготовка. Все, что является заготовкой, незаконченным предметом, потому что все заготовки, недоделанные человеком, они еще слава богу скверну на себя не ловят. То есть, допустим, эта табуретка, которой еще последняя нога не моткнута, еще не доделана, она еще ничего, она еще живая. В смысле того, что она на себя скверну не ловит. Но как только ты уже забил, сел на нее своей точкой, все. Это уже вещь, которая на себя ловит всякие отрицательные моменты. Это очень интересный момент, на самом деле, связанный с человеком, насколько все, что мы делаем, открыто всяким отрицательным влиянием. Насколько, настолько, о чем мы даже думаем. То есть, подумал, что мне вот приятно, что из этой водосточной трубы вылилось мне на какой-нибудь продукт, на курсы какие-нибудь, все, они уже становятся притягивающими к себе всякие элементы нечистоты. Ну, тогда, когда они еще находятся на земле, когда растут из земли, это еще не так. В общем, короче говоря, это вот еще один момент, который касается мировой гармонии. Мировая гармония, к сожалению, создается предметами, которые не прошли через руки и желания человека. потому что все, что проходит через руки и желания человека, к сожалению, способствует в основном разрушению мировой гармонии, а не созданию ее. Поэтому все такое вот простое, еще нами не использовано и не сделано, это вот кладется наверх, и вот под этим всем, в этом простом-простом природном доме человек находится. И вот здесь-то открывается очень большая философская тема, потому что человеческий дом, дом как таковой, со стенами, с замками, еще на цепочечку обязательно закроют. Понимаете? Чтобы когда он открыл замки, и надо посмотреть кто, чтобы сначала было закрыто на цепочку, чтобы он сразу не ворвался, этот человек. То есть вот это вся наша психология замечательная, психология заднанного зверя. Мой дом, моя крепость, а я в ней, в этой крепости крепостной. Рак такой этой всей обстановки. И чтобы меня хорошо это все защищало, и чтобы меня никто не видел, и чтобы я со своими делами был за... Этот момент клаустропомический абсолютно. Наша психология должен быть абсолютно преодолен в сухожем. Человек выходит, дырявая крыша, звездочки там через эти листочки, или через этот лапник, видно, и вот он сидит на природе, на эту суху дунь, как себя нет. Если дунуть, она развается, это не кошерная суха. Это не кошерная, должна стоять. Но если вот так, допустим, разбежаться, и все, он остается там под чистым небом, со своим столом, на котором стоит еда. Все, никакой защиты, абсолютно никакой. что мы показываем? Показываем, что вчера прошел Йом-Кипр. И мы вроде бы чуть-чуть помылись, и вроде бы чуть-чуть очистились, и теперь идти в дом, и закрываться от всех. Что закрываться? Закрываться и защищаться стенами, а тогда, когда у тебя совесть нечиста, когда у тебя грехов в горле лежат, а когда ты очистил перышки, и когда все хорошо уже стало в этом отношении, ты можешь спокойно, красивым, бодрым шагом идти в дырявый шалаш, и ничего там не бояться. Написано в святых книгах, каббалисты очень много на это пишут, на эту тему пишут, что Сука это самое сохранное место в мире. То есть это место, где с человеком ничего страшного не может произойти, потому что после Йом-Кипура он показывает что его не стены защищают, а Бог его защищает. И таки да, его защищают. Нет, ну так это тело и душа. Душу помыли, а тело-то осталось. Мы только потом вы помыли. В данном случае мы все равно же. Тело вносит. Понятно, что вы находите в телесной оболочке, но человеческое тело безусловно тоже прощается в Йом-Кипур. Нельзя сказать, что Вседушный прощает только душу. Тогда было бы совсем неинтересно, что мы целые сутки стояли и мучились. Понимаете, мы же именно тело с вами убивали этим постом. Ничего не едет, ничего не пили, кожа не едет, нормально себя не чувствовали. Это же ужас, тяжелейший день. Для чего? Для того, чтобы именно вот эти сотки выходят, вот это вот, ты теряешь вес в момент поста. Это как раз то, что мы просим молитву, чтобы вместе с этими потерями телесными выходила всякая дрянь. Теоретически, конечно, тело человека тоже прощается, конечно, тоже прощается. Поэтому, как бы, очищенная личность заходит в суху. Конечно, это не то очищение, как во времена храма, когда люди там брызгали на себя водой с пеплом красной коровы и ходили в микву и все очищались от всего, от всех ритуальных и частот. Конечно, сейчас у нас это в них, но теоретически на нашем уровне мы сделали все, что мы могли и теперь мы можем спокойно сидеть в этом шалаше. Это очень важная идея, что человек снимает с себя вот эти стены и какой ты есть без этих стен. Вот что ты из себя представляешь, когда над тобой лежит болезни, я извиняюсь, и эти стены неизвестные из чего сделаны, еле-еле стоят. Вот что ты без своей бесконечной защиты, без этих кокон, что ты стоишь как человек внутри природы. Вот эта идея человек внутри природы, которую столько веков склоняют разные мыслители вплоть до того, что назад в пещеры и все, что хотите. Вот эта вот идея, она тоже связана с праздником сухого. Потому что ты сидишь, нюхаешь эту хвою и понимаешь, что на самом деле ничего тебя не защищает, кроме того света этого света, который тебя окружает оттворца. Это очень важная на самом деле великая идея, гуманистическая в том числе, связанная вообще с очищением человека на уровне его бытовой жизни. Поэтому, конечно, очень важно нам с вами это все провести правильно, очень важно с вами провести это все как положено. еще одна вещь, опять сложная, видите, мы чередуем, я не все время лью, как из леда, всякие непонятные моменты, еще одна сложная вещь. Конечно, то, что написано два раза неполно от слова сухот, и один раз полностью выписано, не только связано с количеством стенок, что одно слово необходимо для того, чтобы сказать, что существует такой праздник, потом сухот это вот две, да, плюс еще одна маленькая треть, да, то есть это не только технический момент с количеством стенок. Написано у Аризали, а близко к выряжке нами, он передал нам важнейшую мистическую информацию, наш великий каббалист, что сухот указывает на некое мистическое понятие, не буду выписать на доске, все-таки оно очень такое высокое понятие, называющийся Ормакив, свет окружающий. Есть такая вещь. Чем этот свет отличается от прямого или кривого? Ну, на простейшем уровне мы должны понимать, потому что обязательно где-нибудь, вплоть до интернета, где-нибудь обязательно это будет встретиться вам, что сука намекает на Ормакив и потом будет вопрос что это такое, о чем разговаривать. Значит, мы с вами говорим, что любая информация, любое событие, любое влияние входит в человека внутрь, столько, сколько он может принять. Даже урок тора, вот столько, сколько человек может взять знаний, он возьмет, то, что уже на данный момент является лишним для его сосуда, сосуд не вмещается, оно выходит за границы и как бы вокруг этого сосуда находится. То есть, тогда, когда стенки сосуда как бы впитаются, органически войдет то, что внутри и освободится место, если когда-нибудь такое случится, то вот это более высокое окружающее знание, оно таки найдет себе место, оно войдет. То есть, теоретически, мы очень часто на эту тему говорили с вами, что любое знание, любая информация, вот урок Тора, который мы с вами обсуждали, он где-то откладывается, его энергия, его силы, его знания, он где-то откладывается. Не все сразу становится принято, не все сразу становится понятым, это совершенно нормальная ситуация. Написано в Талмуде, что человек не может до сорока лет разобраться в том, что ему говорит учитель. мальчик, маленький, который ходит, лишили его там 14-15 лет, надо, чтобы 40 лет прошло, чтобы все в нем постепенно осело. То есть, то, что внутри, чтобы оно как-то перевалилось, на место переваренного зашло еще, 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 то есть, постепенно то, что снаружи, перешло в то, что внутри. Это очень длительный процесс. Должен вас обрадовать, до конца этот процесс никогда не заканчивается, есть очень много знаний, которое всегда останется снаружи, у нас все, которые никогда, ну, до момента до 12-ти лет, когда мы придем к Всевышнему, там же по-другому будет, но в этой жизни обязательно останется очень много неосвоенного, очень много непонятого, и вот это вот непонятое знание очень сильно все равно влияющее на человека, но влияющее на подсознательный уровень, который вот, оно почти готово войти, но пока еще некуда, и оно как бы вот вокруг, оно его окружает, поэтому этот свет называется маленький окружающий свет. То есть те силы, та энергия, те влияния, которые пока еще много, слишком сильны они для того, чтобы их полностью принять, но нет. Теперь, поскольку человек находится внутри цикла, внутри стенок, они его окружают со всех сторон, и сверху тоже, цхат, покрытие суки, вот он, этот, вообще весь план и вот это состояние человека внутри суки, он активизирует эти силы, то есть он активизирует, просто с такой символик, активизирует подсознание. сознание. Отсюда опять идет разговор про эти все мистические откровения, про черпание духа пророческого, которое было во времена храма, в праздник сухон. Почему? Потому что сама картинка такая, человек входит в эту специально построенную суху, в этот шалаш, и он окружается этой запомеди. то есть она не внутри, как мацар, пэс, этот свет, который идет внутрь, проживал и проглотил, митцва, которую ты взял с себя, а сука окружает человека. Она не ходит внутрь, она дает активизировать то, что вокруг человека находится, те энергии, те всякие не всегда схватываемые человеком потоки сил, которые вокруг человека находятся, то есть всякие подсознание, такие тонкие вещи, активизируются. Поэтому написано, говорят наши мистические книги, вот именно в таком виде три слова. Потому что этих окружающих светов бывает три вида, оказывается. Бывает, а? Четыре вида это слово, на верху четвертая. Нет, это просто название суха. Так в Торе не написано. Это название слова суха. Потому что в Торе написано суха-т, сухот, сухот, сухот. Три раза сухот написано. В единственном числе не написано. Это суки, да? Это во множестве, да? Во множестве. Да. Поэтому, так ли, вот эти три раза, что первый вариант активизации вот этих окружающих сил, это ле-но-тен, для дающего. то есть, для человека, который готов что-то другому дать и дает ему что-то, оказывается, он передает всегда не только то, что он сам понимает, не только то, что он сам хочет транслировать, но он передает и то, что где-то у него вот, не понято, тоже, но вокруг него находится. То есть, что происходит? Учитель, у своего учителя получил информацию, понял ее процентов на 60, с Божьей помощью, это уже великий результат. Но передает он гораздо больше, потому что, когда он передает эти понятые 60%, те 40%, которые не вошли, они на подсознательном уровне не здесь находятся, окружают его. То есть, в этих словах, в этих мыслях, они все равно держатся, эти 40% не понятые и дающие. Теперь есть цвет, который для получающих. Человек получает информацию и получает, конечно, не все, не все, что он понимает. Остается много непонятого, невзятого, но оно тоже где-то пребывает. Это второй вариант. Это два ущербных написания. Это два ущербных написания слова сука, неполных написания сука, потому что есть цвет для одного и свет для другого, а есть свет для двоих. полное слово суккот, полностью написан. Видно здесь множественное число, в этом слове оно заметно, видите, этот вап, вот второй, он показывает множественное число, суккот, шалаши. И в этом множественном числе есть намек на соединение дающего и принимающего. Тогда, когда они общаются. То есть, не тогда, когда я отдал его информацию и ушел, и он остался со своим непонятым наедине. Не тогда, когда я получил информацию, чтобы кому-то ее давать, и пошел давать, и я иду со своим непонятым наедине. А тогда, когда происходит вот этот вот величайший таинственный процесс общения. Когда учитель и ученик дающий и принимающий, они общаются. Это очень сродни любви, и поэтому, конечно, все эти метафоры связаны с женским и мужским, с мужским и женским, дающим и принимающим, все здесь, конечно, имеет прямое касательство к делу. И все эти соединения, соединения светотворца, которые внутри, и окружающего имени, которые мы произносим, это тоже намек на соединение мужского и женского, прямой намек, потому что гармоническая структура мира, которая наполняется светом, она является как бы женским началом, потому что она принимает в себя свет и дает плод, дает миру что-то конкретное здесь уже в этом мире, вся эта гармония. А свет, который дает, дающий свет, он нам является мужским началом. Все эти моменты здесь напрямую присутствуют, просто я не хочу развивать эту тему, потому что ее ни в коем случае нельзя округлять и доводить до не дай бог каких-то физиологических ассоциаций, это очень тонкие вещи. Вот, тем не менее, вот эти два света в соединении, то есть тогда, когда два человека общаются, это удивительная вещь написана, общаются два человека, один учит, другой учится, учитель понимает, что это говорит, что ученик воспринимает какую-то часть, но при этом оказывается в момент передачи информации огромное количество информации очень важных, которые действуют, которые сейчас действуют и потом действуют, остается вокруг этих двух людей на подсознательном уровне, когда это информация полученная от Творца, когда это тайны мира вообще, какое-то величайшее значение для людей. Поэтому мы говорим, что человек, который сидел в Еживе и просто сидел и ничего не понял, то есть не 60%, но вот он ничего не знает, вот сидел, у нас был один такой старичок потрясающий, он знал, кто-то ему рассказал, что вот просто сидеть и он приходил на Шилу, на урок, который мой рэбби давал урок Талмуда, боже мой, во-первых, это было не по-русски, это понятно, все. Во-вторых, он пришел в середине какого-то сложнейшего материала, я не помню, что он это был, во-первых, и он сидел с просветленным видом этот еврейский старичок и слушал. Он 100% вот он наполнялся этим вот окружающим. Но это тоже не очень хорошо, конечно, надо втребиться к тому, чтобы что-то хотя бы внутри оставалось, ну хоть что. Ну так уж совсем это преувеличение, но тоже вот когда нет такой возможности, человек вот не имеет возможности учиться, ничего не запоминает, склероз не отсидит, греется в лучах термотического знания. Понимаете, вот так. То же дело, то же дело. Поэтому, теоретически говоря, это очень-очень интересный момент, когда люди общаются, сколько остается важнейших моментов в виде просто энергии, которые они перееют друг к другу неосознанно. Это называется сходил к цареву, подзарядился у хасиды воюю, да? То есть, воткнул локоть в розетку и, так сказать, вот, посидел в таком состоянии некоторое время. Ну, зубодний трапезь или где-то, то есть. То есть, вот это же то же самое, почему хасидим на этом так наставят? Потому что они считают, что это невербальная информация, она гораздо сильнее. То есть, они сидят на огромный стол, и начинается закатывание глаз, ай-яй-яй, ай, вот это. Это же оно и есть. В этом ай-яй-яй никакого прямого смысла нет. Но это вот такая лавина невербальных сил, которые, рэби хасидский, эманирует на эти тысячи хасидов, которые в такт раскачивают песни. Страшные силы энергетические такое мероприятие, на самом деле. Вот. Поэтому, конечно, это тоже очень-очень важный такой мистический момент. Последнее, совсем последнее на сегодня, это вот это слово. Слово хаг. Хаг. А значит праздник. Хаг санэ. Праздник веселого, радостного. Сейчас со словом симха, со словом радость, вообще связанная отдельная тема, касающаяся сухота. Мы, может быть, уже в сухе, это огромная тема. Ну, короче говоря, значит, хаг. Так называется сухот в Талгуте. Очень интересно, потому что у нас есть три праздника. Есть песок, чистых праздников, да? Роша-шанай это неправильно, это суд. Многие бы уместили, да? Роша-шанай. А вот чистых праздников, песок, первый, шивот, день дарования тора и сухот, три, но словом праздник называется только сухот. Слово шивот называется в Талгуте словом ацерет, что означает остановка. То есть день дарования тора называется таким словом. Это огромная отдельная тема, почему и что, доживем до живота, еще раз обсудим. Песок называется, песок, он так и называется в Талгуте, редкий случай, да? В Талгуте, в Торе называется хагом отцот, праздник, мацы, но слово праздник адресуется Талгутом исключительно только сухот. Потому что это действительно настоящий праздник. Почему? Потому что первый день праздника сухот называется в Талгуте и решенный фишбон Абонот первый для подсчета грехов. То есть, что имеется в виду, что человек приходит на этот праздник чистым. Праздник человек, в Песок, полгода уже прошло после ее кипра. В каком виде эта личность заявляется и подружает себя за пасхальный стол. Начинает жевать эту мацу. То есть, если вы видите эту душу, которая за полгода столько успела уже, то вот этот человек, который пришел на праздник в такой одежде, в таком виде, с таким запахом, что это не это же праздник. Нет? Это что? Да, это же важная, важная духовная работа, это нужно есть мацу, освобождение из Египта, все правильно. Но сказать, что это вот чистым виде праздник невозможно, потому что в таком виде люди на праздники не ходят. Они ходят в баню, к цадику, очищаться, чтобы он за тебя помолился, чтобы у тебя грехов не было. Не знаю, что, куда угодно, только не за стол садиться в такой. Ну, приходится. Делать нечего, потому что Всевышний сказал, праздник, Песах, все. Но настоящий праздник, это тогда, когда одежды не только у тела, но и у души чистые, красивые, по сиемки, наконец помылся. Он приходит. И вот это действительно праздник. Поэтому это называется словом хаг. Слово хаг само переводится как круг. Поэтому это, конечно, что связано с сухором. Вот этот вот, или момент связан с окружающим светом, опять же, потому что слово махог происходит, а слово хаг махог это хоровод. Круг. То есть на самом деле это тоже идея древняя такая, что праздники водили хороводы. И у нас до сих пор, вы знаете, евреи начинают там берутся за руки, пляшут. Особенности это очень популярно в тех не слишком теплых местах, где обычно проходит праздник сухоп. Потому что, когда уже даже водка перестает помогать, так они начинают плясать по этой суке и разрушать ее, к примеру, своих скромных возможностей. Понимаете? То есть это тоже очень важная вещь. И я вспоминаю, когда мой рэбби, который вообще привык, сколько лет он в Святой Земле, и все, и он в нашей этой суке, в Москве, в ужасном холоде, он встал в пальто и сказал, знаете, почему мы пьем водку? Но все понимают, потому что холодно. Говорит, нет. Не потому что холодно. Говорит, чуть-чуть поднять, где это приятно, потому что все пили, потому что просто нужно было пить, чтобы не заболеть, чтобы последний неправильник, чтобы до сих пор стоили, не быть, понимаете, в первом горизонтальном стоять. Так, он говорит, не поедем. А пьем мы потому, что душа наша невероятно радуется в этот день. Очищенный венкий бур, душа радуется в этот день, а тело, в особенности, когда ты приходишь в такую холодную суку, тело не испытывает радости. У нас происходит дисгармония между телом, и душа. Я так вывечу уже за гармонию. Сказал он. И это, конечно, очень согрело присутствующих прямых и переносных смыслов. Я надеюсь, что нам не придется так сильно уж напиваться в этот праздник, хотя бы пить суку. Вообще праздник. А? Смотря какой дисбаланс. Да, да. То есть надо будет посмотреть на дисбаланс, как уже там будет по месту и по времени, вот, с Божьей помощью. И поэтому, значит, я, конечно, всем хочу сказать, что если у вас нет суки, и вам некуда в нее пойти, и начнется опять вот это вот, чтобы посидеть в суке, я сяду на машину, буду ехать в шаббат, в эту суку. Смысл? В нее ехать на машине в шаббат. Чтобы что? Объединять имена всевышленного? За рулем, сжигая бензин, нарушая прямой запрет того. Поэтому нужно, конечно, как-то к чему-то присосидеться, если вы хотите. Или уже вот такую маленькую себе. Вы понимаете, да? Уменьшительно-ласкательное, да? Построить. Ну, а как еще скажешь? Русский язык. Уменьшительно-ласкательные субпиксы. Вот. Я вам рассказывал, это вечная история, которая я всегда рассказываю перед сукасом. Она никогда не забывается. У меня вот это вот московское метро, как я, наш Китай-город, там есть инагога. И вот я вышел из Суки, и вот еду куда-то, как ни уже не помню, куда метро, и вижу, что на эскалаторе, там вот через двадцать человек. Смотрите, один из наших хусидов. И смотрю, о, с другой стороны, наверх, поднимается еще один хусид на эскалаторе. Два кассеты. И тут происходит катастрофа. Перепонный эскалатор, час спит, люди не могут проходить, вы знаете, когда вот это уже нельзя, уже проходить, не важно. Все. И они начинают кричать друг к другу и общаться по поводу праздника Сухот. А вы знаете, что по-по-по-по-еврейски водка, напиток, афиниш, наэриш, это машка. Маша. Мы говорим, описывая машка. И о, а этот кричит второму. Иди к суке! К суке! Я уже машку взял! Вася, я не знал вообще, куда мне деться в этот момент. Сейчас смешно, блин, это полное вообще метро. Я ее с вами. И люди смотрят на этих двух, которые проезжают и ничего, они сами ничего не помнят вообще. Ну, как, ну, как. А мы оба уже были в определенной кондиции. И они собирались добавить и прибавить. Понимаете? К этому всему. И, конечно, в такой ситуации это незабываемо. Это означает, что такое слово, что такое символ, сколько всяких удивительных моментов может произойти в жизни. И как надо быть осторожным с еврейскими словами, понимаете? Поэтому, вот я, почему вспомнил, у меня шили, ласкательная штука, тоже получается очень любопытно. построил себе свою маленькую. Поэтому, да, или сам себе построил свою маленькую, или, видите, у нас очень весело сегодня проходит, потому что, да, мы настраиваемся к сьему Кипура, чистый, красивый, настраиваемся на очень радостную такую валу. Это потрясающе радостный праздник. Вот. Так, или надо уже пристать к общине, где-то ночевать, или куда-то ходить пешком, пятницу вечером, Великая Заповедь, в суке, кушать, все это, очень важно. Вот, естественно, все эти, все дни. Естественно, слава Богу, после воскресенья наступают полупраздничные дни, в воскресенье вечером, в понедельник, в том, в среда, в четверг, можно ездить, все это, можно спокойно подъехать в любую суку, и там, покушайте за... в любой момент, да, если вы понимаете. И это очень принято, суббот, вечерами, в какие-то свободные вечера, собираться, сидеть, гудеть, дружить, показывать свою любовь друг другу, еврейскую, правильную. Вот, это очень важное дело. Поэтому я все сейчас размышляю, не перенести ли нам следующее занятие во вторник, которое будет прямо в сердце праздника, сукас, не перенести ли его в правильное место. Но вот как в такой праздник заниматься под такой крышей? Я считаю, что это неправильно. Поэтому есть такая вот идея, следите за рекламой. Обязательно разошвом, чтобы все-таки провести занятия там, где будет природа, где будут пахнуть ветками, горе, провести занятие в суке. И говорить про суку, и дышать этим светом, который, может быть, не войдет нас, в нас полностью, но все равно оставит огромный свет. А мы для гармонии принесем. Я понимаю. А, гармония у них всегда с собой будет. Да, у нас же, иврит, для гармонии. Но это, если можно, сразу после урока они вместо. Не, не, я говорю, сухомятку заниматься. Нет, ну сухомятку в суке нереально. Ну сухомятку. Падем музыку. Да. Можно и сыграть, и спеть, и все, что вы хотите. Это вообще прекрасно. Сука вообще, а? Не первые два дня. Первые два дня нельзя, уже это праздничные дни, там надо трапезы делать, все, уроки, все это понятно, да? Но с воскресенья вечером все суки переполнены по всему миру. А вот когда вы говорите, что в дом открывается крыша и так далее, то есть в принципе главным является кто-то... Конечно. Главное, чтобы ты сидел под небом, и чтобы вот вся эта, дырки эти все, а даже инсистент, из чего угодно, да, дырки там, звездочки видно. Пареный тоже мог. Да, конечно, да, да. Маяльница может просто... Да, да, да. А балконы тоже мальчишки. Балкон! Хорошо, что вы... Забыл сказать важную вещь. Суху нельзя делать... Вот сейчас, вот здесь сейчас мы поставим с вами суху. Под такой крышей. Бесполезно. Не под крышей, а просто... Если над балконом ничего нет, если нет соседского балкона, где вечно лает собака, понимаете? Вот тогда нам звезды, да, только они. Поэтому мы должны следить... Вот мы сейчас деку разбираем, я извиняюсь, в нашей родной синагоге. Вроде бы начали разбирать, да? Завтра разбираем. Деку. Так надо следить, чтобы над этой декой не было деревьев, ничего там, ни вишнево, ни свисало. Тетически женщины, женщины, прямой обязанности сидеть в сухе не имеют, да? Ну, они присоединяются к мужчинам, естественно, все это понятно. Поэтому, если вдруг есть какой-то момент в сухе, место, где что-то нависает, то там нас спасают. Да, но я неспокойно туда садятся, ничего страшного для них в этом нет. Но каждый мужчина, он обязан сидеть в прямом контакте со звездами. Ну, мы стараемся, чтобы женщины тоже, естественно, хотели. Потому что если дерево остается... Под деревом, сука, это не сука. Не годится. Должен быть выход к звездам. Обязательно. Прямой выход к звездам. Боже мой. Вот это то, чем мы с вами будем в ближайшие заниматься. Очень, да. Вот слово Эхад, Эхуд, это одно и то же слово. Конечно. Эхад, это один, Эхуд, это сделать единым. Это один мой. Эхуд, это совершенно другая песня. Эхуда, это гэй, сплошной гэй. Эхуд, он не... Един и Эхуд. Ну, конечно, это близкие слова. Но слово Эхуд, вы знаете, такой им. Человек, который... Фамилия которого Бара, здесь такой человек, его зовут Эхуд. Понимаете? Вот всю жизнь то бы и делать, что занимается, совершает Ехуд. Объединяет гармонию мира. Если бы... Так. Если бы... что, ничего не получается... Еще не получается... Яхуд. Нет, здесь, да, имя Бога. Можно партии евреев, или евреев? Ягуд. Это... Это... Это от слова Ягуда. Это не от слова Ягуда. Ягуди. То есть... Да. Это не одно и то же слово. Они, конечно, близкие, но это не одно и то же. Все, а разным смыслом, да? Да. Потому что слово Ягуда, оно происходит от слова Леводот. Благодарить, признавать. Благодарю я перед тобой, с чем мы просыпаемся утром, да? Вот это слово Ягуда. А слово Ягуда от слова Эхан. Да? Это немножко... Ну, понятно, что все близко. По понятию. Это немножко разумеется. Вот. Так что с Божьей помощью будем черпать пророческие откровения. Спасибо. Да. Давайте это... Помолимся и... Спасибо.